Добрый апрельский день 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 а во-вторых, вот когда меня спрашивают, почему вы стали шить сумки, а вот видимо это все оттуда, что мои изделия должны быть не только красивыми, но и функциональными, и все, что я какими техниками овладевала на протяжении своей жизни, творческой жизни, я все это перекладывала на создание сумок, поэтому используя, конечно, и традиции, народные традиции, а это и вышивка, это и лоскутная техника, конечно, шитье, вязание, эти женские рукоделия, но уже применимо вот к современным реалиям, к современной жизни, ну вот я хочу показать для начала такую традиционную вышивку, это сумочка, вышивка крестом, это я снимала орнамент, он был, это была занавеска, представленная псковских мастеров в этнографическом музее, о, смотри, да-да-да, видите, как перекликается, я пересняла, пересняла эту схему и сделала такую сумочку, вот, кстати, сейчас это тоже вполне себе актуально, то есть выйти с ней в красивом платье, льняном, например, и вполне функциональная сумочка, далее, что, конечно, вот вязать, вязание научила меня моя одноклассница сначала крючком, спицами, а уже крючком мне научила одноклассница, когда я училась в музыкальном училище в Скове, ну вот здесь вот у меня такая сумка представленная, тоже низ связан у меня с жутого шнура крючком, а вверх это такая техника эко-принт, то есть отпечатки листьев растений на ткани, кстати, вот новые возможности, которые дает нам современное время, то есть это интернет, конечно, но нужно его использовать сумму, то есть для чего я использую интернет, конечно, это у меня есть в интернете магазин на портале Ярмарка Мастеров, далее я всегда обучаюсь, онлайн-курсы покупаю или какие-то бесплатные возможности дает интернет, и опять-таки вот это наш сегодняшнее мероприятие, наша скайп-конференция дает возможности знакомства с замечательными людьми, живущими за тысячу километров, вот, и таким образом вот я через интернет освоила такую технику, она называется эко-принт, вот я покажу здесь более такие вот четкие отпечатки, это настоящий лист растений, то есть вот вверху это лист малины и лист розы внизу, да-да-да, вот я себя там вижу, да, чтобы показать, это вот я научилась с помощью видео мастер-класса через интернет, далее, конечно, как еще я обучаюсь, то есть это опять-таки вот периодические издания, конечно, вот меня приглашали выступить со своим мастер-классом, вы видели в журнале Мир Женщины, но я сама тоже научилась через журнал, называется Рукоделие, и вот бежала как-то в Санкт-Петербурге, и там вот выходишь из метро всегда союз печати киоски, и там увидела этот журнал, и на нем сразу на обложке был вышед букет лентами, а мы тогда не понимали, для чего эти ленточки вообще, ну, завязать красивый букетик, там, подарок оформить, а куда, и вдруг оказывается, что из этого можно делать вот такую красоту, то есть получается, что я сразу по журналу сразу вот вышла за один вечер, и потом не могла заснуть долго, потому что я не поняла, что неужели это я сама сделала, то есть вот так вот интересно получается, вот вышивка лентами, с помощью журнала можно научиться. Далее такая техника, вот, например, сумка у меня такая, это крэйзи-сумка, техника называется, когда использую всякие различные кружева, арт-пряжу, лоскутики, какие-то фрагменты ткани, все это сшивается вот в такую вот ткань, это специальная ткань для сумки, создается неповторимая, интересная, вот такая тоже новая возможность для творчества. Вот еще хочу показать, что, конечно, сама ткань тоже дает идею для творчества, кстати, ткань вот я покупала в Белоруссии, в городе Витебске, и потому что я, по-моему, 4 года подряд принимала участие в Славянском базаре, и надеюсь, что в этом году тоже удастся туда поехать, очень уже хочется, соскучились по замечательному фестивалю. Вот как раз я там всегда покупаю белорусский лен, Витебский лен, и вот у меня, кстати, вот такая вот сумочка тоже сшита. Белорусская сторона показывает мне, что на камеру. На камеру. Вот ваш белорусский лен, очень хороший, качественный, одно удовольствие из него сшить. Вот такая вот сумочка тоже с кружевом, вот таким домотканным, получается, получилась вот такая вещь. Мы, конечно, используя, как уже сказали, что я приверженца движения slow fashion или медленная мода, то есть одним из направлений, которое является творческая переработка вещей. То есть мы ничего не выбрасываем, а смотрим, как это можно использовать. То есть различные, да, пуговицы, которых у всех в большом количестве и ненужные, выбросить жалко, а я делаю из этого красивые брошечки. Это какие-то остатки лоскутиков, тоже все на брошечке идет. Это молнии, тоже я делаю из этого броши, очень красивые. Ну и, конечно, вот такие вот сумки, например, в таком уже стиле, здесь вот тоже. И бахрома, и вот лоскутики, и вот все, что вот, все, что тут как-то... Ну, конечно, это все очень тщательно подбирается, все формируется в таком вот виде. Вот такой вот, такой тоже стиль, но это уже такой более современный, наверное, буха-шик, но тем не менее вот имеет место быть. Вот такие вот сумки. Можно на камеру еще раз покажите? Вот поближе, да, вот так вот. Можно разглядывать и разглядывать, конечно. У меня уже несколько таких сумок в разных вариантах. Сюда идут и бабушкины салфетки, вышитые, решилье, там, не знаю, какие-то вот... То есть вот все, вязаные салфеточки где-то у меня были тоже применены. Ну, то есть вот такие вот сумки. Ну и, конечно, вот творческая переработка вещей. Вот тоже лоскутики, какие-то вот юбочки-свитера, что-то вот какие-то просто обрезки тканей. Вот сшиваются в такие вот тоже квадратики, буквально просто, но в то же время оформляется еще... Еще оформляется вот ручной стежкой. Вот такие тоже вот брошечка в виде тюльпанчиков. И вот такая вот сумочка в лоскутной такой технике, ну, в то же время такой приятной расцветки на каждый день вот с удовольствием можно носить. Ну и, как я уже сказала, когда меня спрашивают, откуда вы берете идеи, я уже смеюсь, говорю, вы знаете, говорю, впереди идущие джинсы, свитера у меня мысленно превращаются в сумки. Поэтому вот такая вот тоже вот рубашечка, которая была в свое время рубашечка, это вельветовая рубашечка и вот джинсовые кармашки. Вот такая вот сумка получилась, да, со множеством кармашков. Такая вот стильная, интересная, неповторимая. То есть у меня из рубашек, из пиджаков, то есть тоже вот я шью сумки. И вполне себе можно все, что угодно туда положить. Все сюда поместится, сумочки крепкие и вместительные. Ну вот и, конечно, расширяя свой диапазон, не только сумки, но и, конечно, украшения. Это брошечки. Вот, кстати, традиционное ремесло, как валяние, валяли валенки. Это было мужское ремесло, но то, что это требовало физической силы. Но сейчас женщины, вот опять-таки реалии времени, когда появилось много шерсти, самой разнообразной по цветовой гамме, появилась возможность тоже шелк приобрести натуральный. И вот женщины тоже стали валять на шелке, валять вот буквально все, жилеты, платья, сумки. Опять-таки я вот делаю такие брошечки валеные на шелке. У меня появилась такая вот тоже техника. Ну, это я обучалась в доме ремесел нашим трехдневный курс, и мастер приезжал. И я вот буквально вот все там научилась делать. Ну, вот у меня брошечки. Шерсть валеная на шелке, валяние. Кажешь, поближек. Да, вот покажу. Покажи, Юля, поближек. Вот так вот показываю. Вот такие вот брошечки у меня получаются. Вот это вот из пуговиц, которые у меня брошечки. Тоже очень интересно, интересные получаются изделия. И вот пуговички. Наши керамисты делают керамику на заказ, керамические пуговички. Спасибо, спасибо. Все покажите еще раз. Все покажите. Да, из пуговичек красного пуговица. Видите? Вот так, вот так. Вот это еще из пуговиц тоже. Вот это обязательно покажу. Видите, из пуговиц. Ну, все, я работаю исключительно, чтобы все у меня было пришито. С клеем, я считаю, неприлично ткань сажать на клей. Поэтому у меня все пришито, все ручная работа. Так что вот такие вот у меня техники, то есть самые разные, да, и вязание, и вышивка, и крэйзи, эко-принт, вышивка лентами, валяние на шелке, вязание. Это все вот у меня, вот мой мир, моя творческая жизнь, я очень много езжу, я люблю путешествовать, принимаю участие в различных фестивалях, как вы уже увидели, такой арт-презентация, арт-композиция. Об авторе понравилось это словосочетание. То есть в этом году я опять собираюсь в город Вологду принять участие тоже в конкурсе, вот с валянием по, валянием из шерсти, буду представлять свои работы. В прошлом году у меня было три брошечки представлено. Что еще? Вот собираюсь, возможно, на Славянский базар приеду в Витебск, очень мне там тоже нравится. Где я еще? Ну, конечно, будем надеяться, что Пушкинский праздник поэзии. То есть у меня уже такой творческий график, вот на год я планирую, составляю. Иногда, вот, конечно, приходится от чего-то отказываться в этом году. Вот я в Колумбу не поеду на текстильный, вот, лоскутный фестиваль, у меня просто вот не будет уже времени, я тоже хотела. Ну, думаю, на следующий год поеду, потому что у меня и вот интернет-магазин, как я говорила, у меня заказы поступают. Вот я езжу в Санкт-Петербург тоже на авторские штучки почти каждый месяц, но уже тоже пропускаю, потому что тоже не так много времени остается на творчество. Был замечательный фестиваль на Сетномода, вот в Печорах мы дефилировали девушки в ленинных платьях с моими сумками, продолжим этот тоже опыт, потому что сейчас женщины тоже уже хотят тоже быть красивыми, хотят носить платья, и мои сумки вот как раз, кстати, очень подойдут. И, кстати, вот хочу заметить, вот в рамках движения «Медленная мода», как я украсила свою вот, свою старую такую же кофточку, которую было выкинуть жалко, но мне нравилось, но я ее так обновила, вот такую вот вышивку сделала. И вполне себе вот стою нарядная, и ни у кого такого нету. Вот, так что такая вот у меня жизнь интересная, я очень этому рада, и всех призываю тоже, найдите свои таланты, потому что я провожу мастер-классы, вот в субботу у меня был мастер-класс по брошам джинсовым. Женщины были очень довольны, потому что сказали, что вот это своеобразная арт-терапия, особенно в наше непростое время, то есть девушки с удовольствием отвлеклись, сделали красоту и очень были довольны. Сложно ли начать? И как давно занимаетесь? Ой, ну я же сказала, с раннего детства, то есть вот буквально с пяти лет, вот, сумки, вы знаете, это где-то уже, наверное, лет 15 точно, потому что я сделала как-то какой-то вот бордюр, индейский называется бордюр, лоскутный такой вот, я думаю, ну куда мне, что мне с ним делать? Ткани никаких в магазине не было, помню, я побежала, была одна матрасная ткань, я ее купила, сделала этот бордюр сверху, лоскутный, красиво сшила сумку, на следующий день прибегала в тот универмак, говорю, знаете, что я с вашей тканью, они говорят, не поверили. И я поехала на Светогорскую ярмарку, Пушкинские горы, как раз, и вот потом вот сами стали подсказывать покупателям, что надо сделать сумочку с молнией, желательно, я говорю, как же это молнию, раздербанила свою сумку, посмотрела, как научилась с молниями, кто-то вот хорошо бы, что сзади был кармашек, хорошо бы там еще что-то, и вот сами вот мои покупатели, они вот подсказывали, так же, как и подсказывают идею сумок совершенно каких-то фантастических, как вот типа даже для похода в баню вот нужна сумка, ну вот как вот банная сумка, да, чем она должна отличаться от простой сумки? Объемная, да, чтобы туда вместились полотенца, там халат, там шапочки, тапочки, ну и чтобы было понятно, все равно, что это банная сумка, я взяла и написала, потому что я научилась рисовать еще на ткани, ну, с надпись, знаете, как грубая, как на заборе, пошел в баню с ноготочьем, сделала прищепки, и то есть эта сумка стала очень популярной, и такие были отзывы, это просто вот, или когда женщины потом, что это, мы тоже хотим, чтобы нас были, мы тоже ходим в баню, и потом говорят, когда мы идем, я иду с вашей сумкой в баню, я звезда, вот просто звезда, то есть вот неожиданные совершенно вот эти моменты, и тоже, да, подсказывают сами вот людям какие-то идеи, и это очень тоже приятно, вот. У меня вопрос, сложно ли начать, вот если неискушенному человеку, и вдруг вдохновился, ах, и вот с чего начать? Да, я рекомендую вообще, может быть, мастер-класс вот посетить какой-то по этому направлению, то, что тебе интересно, посетить вот мастер-класс, как я считаю, мастер-класс нужен для того, чтобы, ну, сам я чего-то не могу, да, сделать, а вот к мастеру я пойду попробовать это, и вот я сделала там, допустим, брошечку, думаю, ах, все, мое, и я начинаю дальше в этом направлении двигаться, я уже умею как там что-то это сделать, композицию сформировать, и я уже, что я начинаю делать, я начинаю в интернет смотреть подходящие вот какие-то вот сайты, чтобы вдохновиться, да, взять каких-то идей, я уже там буду какую-то литературу, у меня тоже книги вот я покупаю по творчеству, тоже смотреть, то есть я это все отслеживаю уже целенаправленно, и уже двигаюсь в этом направлении, а если я попробовала, сходила на мастер-класс, сделала вещь, думаю, ну, нет, как-то не мое, то, наверное, что-то надо мне дальше поискать, да, для себя, то есть вот таким вот образом, так вот я тоже захотела акварелью порисовать, нарисовала там подсолнух, ну, нет, все, как бы, все, я удовлетворила свое любопытство, и вот пошла дальше искать, а так вот получается, что, да, смотрю специализированные сайты в интернете, если меня вот, как говорится, цепляет, да, какая-то идея, думаю, о, я вот хочу, да, что-то такое попробовать, но опять-таки я не копирую, скопировать невозможно, я свое не могу сделать одинаковое, вот, поэтому это все у меня где-то в голове трансформируется, добавляется что-то свое от себя лично, и потом, вот, вот как идея с пуговицами, я тоже увидела в интернете, например, ну, там как-то буквально, как-то несколько пуговиц на клей посажено, что-то такое, а я пошла дальше, я вот, где-то выбрала, где-то фурнитуру добавила, и вот мне эта идея вот понравилась в определенной цветовой гамме что-то сделать, например, с молниями тоже увидела в интернете, из металлических молний было что-то сделано, и какие-то розочки, ну, просто так закручено, думаю, интересно, я шью сумки, у меня остаются обрезки от молний, думаю, я их выбрасывала сначала, а потом думаю, жалко, я их стала в коробочку откладывать, а потом думаю, ну, из металлических делаю, думаю, почему из пластиковых не сделать, здесь получилась розочка красивая, и я стала делать из молний брошечки, а потом вот пуговички наши керамисты стали мне на заказ делать, вот такие вот брошечки с пуговичками вот получаются тоже очень интересные, так что идей очень много, лоскотики тоже сначала отдавала девочкам, которые какие-то маленькие игрушечки шили, А потом вот увидела вот эти тюльпанчики какие-то маленькие, думала, о, хорошая идея, тоже все, все себе, да, вот такие вот тюльпанчики, видите, получаются из, вот буквально там лоскотики нужны совсем вот маленькие, совсем маленькие, поэтому, а все это тоже очень украшает женщину, всегда приятно. И потом, видите, это же все в индивидуальном, все в единичном экземпляре, а каждая женщина хочет быть красивой, неповторимой, оригинальной, а уже вот это украшение, оно тоже делает женщину вот именно такой, какой она хочет быть. Так что, и вот потом вот благодаря экопринту, то, что я стала вот листья, отпечатки листьев на ткани делать, я теперь, когда путешествую, всегда привожу, листики собираю, где я бываю, в каких городах, привожу, и потом их тоже вот перевожу на ткань, ищу с этого сумки, и получается, что такие вот воспоминания у меня. Причем я прошу женщин, у кого-то там свой, может быть, дом, свой сад, я говорю, давайте мне ваши выращенные вам цветы, листья, я их отпечатаю, сошью вам сумки, и у вас, представляете, будет сумка с листьями вот ваших там растений, ваших цветов, вашего дерева любимого и так далее. Или вот как вот, я уже говорила, тут делилась как-то, что какие-то остаются, у меня подруга, у нее четверо детей, она говорит, выросли все в свитере в одном, вот, передавались из поколения в поколение, говорю, не выбрасывай, я давай, он говорит, сносили уже этот свитер, я говорю, лоскутик найдем, я тебе сошью сумку, вставлю туда этот лоскутик, и ты будешь носить эту сумку. И вы представляете уже другие ощущения, ты носишь сумку с лоскутиком, с свитерка, в котором выросли все твои дети, то есть вот это тоже очень интересно. Но и девушки сейчас очень увлекаются вышивкой, вышьют, а потом не знают, что с этим делать, в рамочку уже много всяких картинок, я говорю, приносите мне, я шью им сумки из этого, вышивку мы в виде карманчика на молнии впереди делаем, и они с удовольствием потом эти сумки носят. Опять-таки, вот, получается, что они свое рукоделие, вот, нашли применение своему рукоделию, опять-таки, это оригинально, необычно, свое творчество, так что тоже у меня есть для женщин такое предложение, есть вышивка, или вот старые вышивки у кого-то остались, тоже не поймаем, что делать. Я это все вот делаю из этого сумки, вот, предлагаю такое, у меня тоже такое предложение есть для женщин. Еще вопросом. Спасибо. У нас некоторые комментарии, Татьяна Анатольевна так вкусно, интересно рассказывает о своем увлечении, а я хочу заметить, что все сумки уже нашли своих хозяек, вот, они забронированы, и сейчас уже лежат, и подписаны, кто чего берет. А еще мы и броши тоже купили, каждая сумка нашла свою хозяйку. Покажите, вот, брошь, которая теперь моя, сегодня приобрела. Это вот такая пуговичка тоже керамическая, вот такая вот, ой, да. Пришли на конференцию и сразу ушли с обновками. И вот пуговичка керамическая такая, тоже три дырочки интересная такая вот, это у меня, это Санкт-Петербургский мастера. Да, а это мой фаворит на сегодня, да, с белорусскими кружевами. С белорусской тканью, да. Спасибо, Татьяна Анатольевна, присаживайтесь. Мы будем вопросы и обсуждения проводить после, да, двух, обеих сторон или сразу? Как? Давайте сразу. Вопросы нашей, нашей гости. Татьяна Анатольевна ждет ваших вопросов. Сейчас, 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 сейчас. Да. Нет, все анально. Ну, у меня даже как-то не вопрос, у меня благодарность к вам. Вот, потому что там у меня за спиной сидят учащиеся. Вы представляете, сколько идей вы сейчас им дали? Вы представляете, какой толчок, какой пинок вы сейчас им дали? Вы на уроках труда, что можно сделать? Девочки, поняли? Никаких светлеров теперь не выбрасывали. Нет, нет, нет. Уроки все собирают. И несут в уроки труда. Да, швейная машинка там есть, все есть. Трудимся и украшаем себя очень. Очень красивые будете ходить, будете индивидуальные ходить по городу. Все будут знать, что наша 13-я школа пошла. Отлично. У нас в зале тоже студенты колледжа искусства и культуры Псковского областного. Я полагаю, будет полезно очень. И они остаются на выставку. Татьяна Анатольевна проведет у нас к этой конференции выставка женских новых рукоделий. Поэтому у нас здесь интересно. Приезжайте, она еще до 18-го числа работает у нас. Есть только продажи. Еще вопросы? Да, Татьяна Анатольевна, скажите, пожалуйста, с каким материалом вам больше всего нравится работать? Либо это текстиль, либо это войлок, либо это какие-то декоративные элементы. Спасибо. Да, ну, во-первых, я люблю, как говорят сейчас, миксовать ткани. Я, конечно, вообще люблю очень лен, работать со льном. Мне нравится этот материал, потому что я покупаю самый плотный лен, вот как раз для сумок он очень подходит. Он очень крепкий, износостойкий, и поэтому я люблю из него шить сумки. Но я люблю тоже, как я говорю, что миксовать. То есть совершенно, может быть, мешковину с шелком, что-то такое совершенно, казалось бы, несочетаемое. Но вот мне вот это вот нравится, делать вот различные вот сочетания тканей. Как бы я это люблю. Вообще люблю любую ткань. Любую ткань мне вообще просто. Вот нравится, текстура вот разная. Поэтому ткань, любая ткань, можно из нее сделать совершенно удивительные вещи. Спасибо. Я вот вижу, что у вас настолько разнообразные изделия, ваши шедевры, можно сказать, без преувеличения. И я думаю, что, наверное, вы все-таки должны себя попробовать и в создании какой-то авторской одежды. Именно с элементами вашего декора и ваших украшений. Да, мы сейчас работаем над этим. Вот фестиваль у нас проходит «Этномода». И мы уже решили с основательницей этого фестиваля, что я сделаю ткани с экопринтом, с отпечатками листьев растений. И вот потом отошьем коллекцию платьев. Или, может быть, с элементами тоже вот этой ткани коллекцию платьев, чтобы, ну, к лету хотим. И вот в конце апреля у нас будет тоже показ, у нас есть музей такой, льняная губерния, замечательный музей. И у них коллекция льняных платьев. И мы решили, что мы сделаем совместный тоже показ и совместную фотосессию, где их платья будут вот с моими сумками. Вот у нас уже был пробный вот вариант в Печорах, в городе Печоры такой. Но здесь вот мы уже целенаправленно, там мы вот на месте просто не принесли платье, мы тут же вот сумки мои подобрали, а здесь вот уже мы будем заранее все подбирать. Я буду заранее, может быть, специально к какому-то платью что-то шить. У меня же еще вот и колье тоже, кстати, да, вот у меня там три штуки только есть, кроме брошек, еще колье шью. Поэтому вот что-то будем украшать, да, женщины. Коллекцию платьев с экопринтом, я думаю, что мы отошьем к лету. У вас просто беспородная сумка и, конечно, украшения заслуживают всяческий похвал. Это очень интересно, то, что вы делаете. У меня есть вопрос такой. Скажите, пожалуйста, насколько трудоемкий для вас процесс работы с сольном или с лаковалянием, с переносом? Ну вот смотрите, для меня творческий процесс, то есть если меня захватила какая-то идея или желание, то есть уже вопрос не стоит, тяжело это или нет, да. То есть это уже просто быстрее сделать и уже, я, конечно, уже стараюсь в силу там здоровья и возраста, так скажем, уже более к себе относиться грамотнее, так скажем, да. То есть я уже не строчу по ночам, там такого нет. А бывало раньше, пока не сошьешь, там до трех ночи, до утра там будешь сидеть строчить. Нет, сейчас такого нет. То есть я стараюсь там до 11 уснуть и до 7 утра встать, да, в любой день. Поэтому, ну, на творчество, это я с удовольствием, конечно, шью, для меня нет какого-то предпочтения. А вот если валяние, то здесь в основном у меня небольшие формы, да, так скажем, небольшие формы. Это брошечки, пока вот брошечки, может быть, браслеты, пояса какие-то, некрупные формы. То есть это тоже для меня, вот, ну, появился там у меня какой-то натурального шелка, кофточка какая-то. И я уже, которую там хотели выкинуть, поэтому я уже с удовольствием, у меня, а потом же это непредсказуемый получается, этот фрагментик, и уже начинаешь там компоновать из него эту брошечку. Да, и вот эти вот, да, я говорила, что украшения в виде колье у меня. Вот, да, я сейчас вот на себе, одевается на платье, на блузку, на рубашечку под воротник. Вот это чисто льняное тоже, чисто льняное такое колье. И более такие уже, как я говорю, в винтажном стиле. Вот у меня три штучки таких, вот, да. Здесь где-то с натуральными камушками, с обвязанными бусинками, с бусинками, обвязанными крючком, бисером. Вот такие вот. Это очень близко, да, вот так вот, ага. Вот тоже универсальное украшение, получается простая блузка, а уже или рубашечка под воротничок одел, и уже нарядные и красивые. Такие вот у меня еще тоже вариант украшения. Я их тоже очень люблю, эти колье. Вот, так что никаких проблем нет с творчеством. Хорошо, да, было бы желание. Спасибо вам большое, успехов вам и вдохновения. Да, спасибо, спасибо. Спасибо, Татьяна Анатольевна. А я передаю слово вам, дорогие белорусской, нашей стороне. Татьяна Анатольевна, пожалуйста. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Приветствую мою тезку, Татьяну Анатольевну. Меня зовут Татьяна Анатольевна Кириллова. Я заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности нашей библиотеки. И несколько лет назад я представляла проект «Тутейшие мастеры» нашим коллегам Икрасовского. И когда-то в одном из вопросов было задано, что вот когда-нибудь покажите нам мастеров, которые работают в вашем проекте. Я дала это обещание и сказала, мы обязательно вас познакомим с теми борисовчанами, которые вместе с нами на протяжении уже многих лет работают в этом проекте. Проект претерпел некоторые изменения в связи с определенными финансовыми сложностями, конечно. И пандемия сыграла очень нехорошую с нами, злую шутку. Собираться мы в том количестве и в том качестве, в каком мы привыкли, к сожалению, теперь не получается. Но надеюсь, что рано или поздно проект снова обретет тот формат, в котором он существовал много лет. Но я хотела вас познакомить с мастером, который с нами с самых первых дней рождения нашего проекта «Тутейшие майстры», в переводе на русский язык, это «Здешние мастера». И Елена Николаевна Кеслер, кстати, приехавшая в наш город из России, из Башкирии, так что россиянка. Она ремесленник, мастер декоративно-прикладного искусства, педагог дополнительного образования «Арт Смайл Центр». Она много работает в педагогической деятельности. Вот сейчас я тоже не буду много говорить, я передам ей слово, и дальше уже, так сказать, уже по ходу будем обсуждать все то, что вы увидите. Ну, я вставать не буду. Ну, уж простите, мы сейчас включим презентацию, и по ходу презентации я вам все расскажу. Конечно, конечно, конечно. Как видно? Нас видно. Все очень хорошо. Сейчас, секундочку, что-то притормаживает, видимо. Левый холм. Еще раз приветствую всех. Вот, ну, начну с себя. Немножко расскажу о себе. Так, я не вижу куда. То есть на правую нажали. А, на правую, все. Нет. Еще раз, левую. Пошло. Лишнего, наверное, уже. Вот. Я уроженка республики Башкортостан. В 95-м году приехала в республику Беларусь. Так получилось, что вышла замуж, мы с мужем поехали в свадебное путешествие. Вот, приехали сюда. Нам очень сильно здесь все понравилось. Мы решили остаться. И вот как-то с этих пор я здесь так очень хорошо прижилась. Меня очень добро так приняли здесь. Вот, видите, я даже с акцентом начала разговаривать здесь уже. Надо мной даже брат смеется, когда я ему в Башкирию звоню. Он так смешно говорит, ты разговариваешь. Ну и вот мы тут остались. И как-то так получилось, ну, немножко сейчас скажу. Я педагог дошкольного образования, именно по образованию. И когда вот мы сюда приехали, так получилось, что первое время я не смогла найти работу и выпала немножко из обоймы. Вот, но я занималась рукоделием с детства. И поэтому здесь немножко шила, где-то вязала. Это все шло у меня с детства. У меня бабушка вязала, тетушка шила. Вот они вот эти навыки мне немножко в детстве передали. Ну и уроки трудов. Я бежала на уроки трудов. У меня была замечательная преподаватель, которая вот привила вот эту любовь к ручному труду. Быть индивидуальной. Я шила себе там на уроках труда, платье себе шила, костюмы шила. Я одевалась в классе не как всем. Вот, ну, не всем это нравилось. Вот, потому что покупали, вы же помните, вот эти вот годы, когда перед 90-ми годами было все плохо с одеждой. А мне родители умудрались доставать ткани с Афганистана, с Ирана. И я себя полностью обшивала. Вы представляете, какая это была красота. Папа доставал журналы Бурда, кто помнит. Еще в те времена, как было трудно достать такие вещи. Вот. И вот здесь, вот эти навыки в Беларуси мне пригодились. Потом как-то у нас получилось, что, ну, вот родился сын, пошел в детский сад. Надо было конкурсные работы какие-то делать в детский сад, оформление какое-то. И опять-таки вот эти мои навыки работы в детском саду, до приезда сюда в Беларусь, я работала в детском саду, тоже здесь пригодились как-то в детском саду. Ну, потом школа, у меня все как-то связано с семьей. И началась школа. И я как-то во дворе встречаю нашу Татьяну Анатольевну, показываю, что я делаю оригами, немножко начала сыну учить оригами. А вот. И тут Татьяна Анатольевна дала мне конкретного волшебного пинка. Сказала, как это так? Это же нужно обязательно показывать. И подкинула много идей. Вот таким образом я попала на Тутейши и Маэстры. Тутейши и Маэстры, раньше рассказывали вам или нет, я не знаю, но собирали вот действительно женщин, которые вот оказались немножко в стороне. Понимаете, вот как-то закопались в семье. У кого-то у нас первые участники были, например, у девочек были дети с ДЦП. Мы тоже вот они, эти девочки, они все в семье. Внешний мир как-то мы оизолированы были. Вот. И вот этот проект нас вывел, вытянул из семей. Многодетные мамы. Да, да, многодетные мамы там вообще закопанные, они белого света не видели, потому что пятеро детей, вы сами представляете, какой там еще какая-то выставка. И потом я вам хочу сказать, знаете что, вот Тутейши и Маэстры вот этот толчок дали, и получается, что у нас еще в ходе нашего проекта многолетнего, у нас уже родились наши дети, выросли те дети, которые уже, ну как вам сказать, с которыми мы пришли с маленькими. И наши дети творят так же, как и мы, и участники конкурсов, и участники разных выставок. Например, вот мы гордимся нашей Алиной Швайбович, дочкой Светланы Швайбович. Она закончила Академию искусств по текстилю. Понимаете, и это у нас получается, вот Тутейши и Маэстры, по сути, это тоже получалась наша большая семья, огромная семья. Ну и на открытие мы всегда приглашали интересных людей, актеров, театра, музыкантов, разных видных деятелей, и привлекали к нашему проекту тоже. Ну и давайте сейчас немножко дальше уже о своих работах. Первым, что я показывала на Тутейших Маэстрах, вот именно конкретный пинок от Татьяны Анатольевны, это было модульное регами. Ну я делала с простых бумажечек, так сидела, баловалась. А Татьяна Анатольевна мне такая, а не попробует ли с жёсткой бумаги? Сидела, думала, что жёсткая бумага, остатки остались обоев. И вот эти работы сделаны из обоев. Большая ваза вот посередине, это 4000 модулей, 4 рулона обоев. Рулон обоев как раз на 1000 модулей можно разлиновать, но это где-то около трёх месяцев работы. А так как у меня математический склад ума, ну как бы с детства, я просто наблюдала мужчины, когда приходили, смотрели, женщины как-то мимо вас проходили. А мужчины проходили и туда вовнутрь заглянут, и посчитают все эти модули. А может я там где-то ошиблась, а может я где-то не туда модуль поставила. Вот чисто с математической точки зрения они всё это расхваливали. И понимаете, мне прям гордость брала. А вот я откуда-то там приехала, непонятно какая, а тут я уже с такими вазами. Вот это вот первая моя выставка. Далее уже пошло по накатанной, и у меня принцип, получается, принцип моего творчества, когда обычно спрашивают, а вот ты можешь это, а можешь что? Я никогда не говорю, что я не могу. Я всегда говорю, я не пробовала. И я начинаю пробовать. Вот, и после бумаги у меня пошёл своего рода скрабукинг. Вот небольшие такие работы по скрабукингу. Я начала делать свою бумагу. Всё, в помощь приходит интернет. Книги, библиотека, очень много материалов по рукоделию. Современных книг у нас стало в библиотеке появляться, много современных книг по рукоделию, известных мастеров. И вот я потихоньку-потихоньку посмотрела, поинтересовалась. Шить умею. Обложки для паспортов, допустим, какие-то книжечки, обложки для блокнотов. Пожалуйста, шить с детства умела. Всё прекрасно получается. В ход пошли. Старые джинсы мужа, старые джинсы сына. Потом я уже стала закупать ткань. Потом научилась делать цветы из бумаги. Вот, например, в середине, вы видите, большая открытка, конверт. Это денежный конверт на свадьбу. Вот. Там уже акварельная бумага используется для цветов. Всё тоже простой процесс. В водичку замочили бумагу, потом акварелью либо гуашью покрасили, карандашиком примяли, и получился цветочек. Склеили, и получается цветок. Все эти процессы, по сути, несложные. И когда постоянно чем-то занимаешься, и когда видишь чью-то новую работу, что-то, сразу себе представляешь, как бы я это сделала. Дальше вот у меня есть мужская шоколадница. Здесь уже бумага используется у меня, моего, я сама её делала с помощью пищевой плёнки, с помощью салфеток бумажных, ну и утюг. Всё. Обычная бумага для черчения. И вот такие получаются работы. И подобные работы мы уже делали с детьми на кружке. Но это уже про кружок чуть дальше расскажу. Также вот, что у меня связано с бумагой, это свит-дизайн. Тоже как-то спросили, а можешь мне розочку сделать с конфетой? Да легко, собственно говоря. Главное подумать как. Вот. И вот у меня пошли такие вопросы. Но здесь уже используется бумага. Я сначала пробовала пользоваться бумагой для детского творчества. Всё-таки она такая, действительно для детского творчества. Поэтому я уже стала закупать бумагу итальянского производства. Она более плотная, она более фактурная такая. И вот такие вот изделия у нас, у меня получились в свит-дизайне. Свит-дизайн, вы, наверное, слышали, что это, да? Это когда сладкое, что-то сладкое упаковывают очень красиво. И, например, вот в середине торт обычно делают пустотелые внутри. А я решила сделать как конфетницу. Внутри у меня получается как шкатулка, и внутри тоже лежат конфетки. А ещё, когда вот у меня первые изделия покупали, свит-дизайн, говорят, очень жалко разбирать. Ну, я понимаю, что с точки зрения коммерческой, мне невыгодно делать, чтобы каждая конфетка доставалась, и потом второй раз упаковка использовалась. Но я не могла не пойти навстречу людям. И теперь я делаю, допустим, свит-дизайн тортики. Вот эти конфетки кончаются, их можно вынуть, потом съесть, и потом, когда уже перед гостями, кто-то решил, купил конфетки, обратно всё вставил, и красивый тортик стоит. Понимаете, в чём дело? Мне говорят, что это неправильно, это же нужно, чтобы тебе второй раз заказали. Это не... Ну, с коммерческой точки зрения я вообще никакой. Коммерсант, конечно. Вот. Но я всё стараюсь как-то для людей. Как-то нас вот так воспитали, что надо делать людям хорошо. И ещё вот я хочу вот здесь показать. Внизу, посмотрите, есть корзинка. Это мандарины. Тоже пришёл необычный очень заказ мне, что нужно упаковать мандарины. Тогда я ещё нигде не видела фрукты, тогда ещё никто не упаковывал вообще. Я начала искать в интернете, думать, как мне заупаковать эти мандаринки, и чтобы они ещё и не испортились. И вот мне пришлось каждую мандаринку запаковывать в пищевую плёнку. А потом я... Здесь, может, плохо видно, в красивую плёнку... Это сеточки такие есть. Ну, вот, которые на лицо, сеточка, вуалька. Вот этой вуалькой обтягивала, и потом уже декорировала под ромашку. И вот у меня такие получились мандаринки-ромашки. И, естественно, навыки вязания тоже пригодились в дизайне. В уголке вы можете видеть снеговичок и конфетки упакованные. Это всё можно использовать как... Всё, что мы умеем, можно использовать, внести в этот цвет дизайн. Не обязательно бумага. Не обязательно. Вот у нас снеговичок тут тоже очень хорошо вписался. Вы мне говорите, если я там слишком долго рассказываю, вы мне там помашите, чтобы я остановилась. А то я могу долго говорить. Следующее моё направление – это атласные ленты. Вот тоже можете наблюдать. Не обязательно это цумами-канзаши. Изначально я начинала как с цумами-канзаши. Это японский вид искусства, которое своего рода очень похоже на оригами, но только из ткани. Вот работа посерединке рядом с красной розой – вот это именно типичный вид цумами-канзаши. Потом я уже больше перешла в тканевую такую флористику, в атласную флористику. Сделала несколько проектов. И вот посмотрите, школьные комплекты. Очень популярны у нас школьные комплекты здесь, в Беларуси. В зависимости от того, какая школьная форма. Вы, наверное, слышали, да? У нас школьная форма здесь обязательно. И вот под школьную форму у нас заказывают украшения брошь на грудь, бантики. Желательно небольшие, поэтому мы делаем школьные комплекты такие, чтобы были достаточно скромные. А праздничные – это уже немножко иная история. Ну и вот типичный, кстати, тоже представитель цумами-канзаши – это ромашка внизу в углу, посмотрите. Это тоже относится к японскому виду искусства. Из атласных лент что еще делала? Броши делала, украшения на гульку. Ну, вот пончик на голове, который еще называют. Банты на выписку. Тоже был у меня, к сожалению, я не успела сфотографировать. Был очень необычный заказ по банту на выписку. Берите себе тоже на вооружение. Вот прям в точку сказала, на вооружение. Вооруженные силы Белоруссии, ВДВ. Родилась девочка у подполковника ВДВ. И мне надо было сделать банк в виде парашюта. Ну, конечно, это необычно. Но я сделала. После чего последовал заказ. Повязка на голову для девочки в виде, сейчас скажу, погоны. Погоны подполковника тоже повязочка. Бант у нас был в виде погоны. Вот, я еще думаю, слава богу, пока еще не придумали никаких подобных украшений для мальчиков. Я же потом вообще не разгребусь. Вот, и еще вот моя гордость, это мои проекты по... С атласными лентами. Проект 4 сезона. Вот один из видов венка здесь в серединке показан. Это еще не законченный проект, поэтому показываю только один венок. Это у меня будет «Осень. Колос». Сейчас перейду на проекты. Проект... Так, сезон зима, подснежники. На эту идею меня натолкнула сказка «Маршака 12 месяцев». Мне еще говорили, ну как, это подснежники и зима. Я говорю, а вы сказку вспомните 12 месяцев? Вот у меня получился венок, получились сережки, кулон на шею. Потом повязка на голову. Вот там как раз это получается левый угол, нижний. Брошечка маленькая. Брошь побольше, зажим для волос. И с кружевом это украшение на пончик. Ну вот на гульку, пончик, я не знаю, как в России называют. У нас называют на гульку. И следующий проект у меня, уже готовый проект, который я представляла на тутейших майстрах, это летний лук. Я брала уже летний лук с учетом не только белорусских традиций, но и русских традиций. Потому что, допустим, в белорусских традициях нету мака. В основном используется василек, ромашки, ну такие цветы, но мака нет. Ну как-то вот, понимаете, мне, я уроженки все-таки Российской Федерации, вот уроженки Башкирии, ну без красного цвета никак. А тем более в Башкирии без красного цвета вообще никак. Я люблю этот цвет, поэтому все-таки в летний лук я внесла ромашки. Есть еще у меня в планах, так, осень, осень, вот я осень не сделала. И здесь я, к сожалению, не смогла показать, фотографии не сохранилось. У меня есть весна яблоневый цвет. Вот фотографии у меня не сохранилось. Мне, возможно, придется переделывать, ну заново делать этот проект, чтобы хотя бы, чтобы фотографии были. Еще мое новшество, не все любят это как бы делать. Любят носить, но не любят делать, потому что трудоемко. Это шляпки. Вот если вы внимательно приглядитесь, шляпки нитяные. Это не фетровые шляпки. Это нитяные шляпки. И идет желатиновая технология. Технологию, которую использовали наши бабушки. Тогда не было вот этих пропиточных разных средств, ничего. Шляпочка-таблетка делается на шарике. Обычный шарик обматывается, потом нитками обматывается, потом сохнет, шарик вынимается. Ну вы делали на Новый год шарики, да, кто-нибудь делал снеговичков. Вот по этой же технологии только разводится желатин. Потому что клей ПВ забивает вот эти вот между ниточками пространство, и получается некрасиво. А желатин дает такой лоск. Ну, естественно, есть минусы в этом во всем. Их нельзя мочить. И тоже шляпка-цилиндрик. Вот у нас получается с правой стороны, ну вот как я смотрю с правой стороны, цилиндрики. Это уже чисто моя разработка. Есть такой сайт странамастеров.ру. Вот по шляпке-цилиндрику, я уже, наверное, лет пять туда не... Ну, года три точно не заходила. Но по шляпке-цилиндрику есть там мастер-класс мой. Посмотрите, это тоже нитяная. Я долго искала форму. Одна из участниц нашего проекта Тутейша и Майстры, Вика Калейник, вот она сказала, говорит, Лена, я, говорит, иду на шляпную вечеринку. Но я не хочу большую шляпу. Мне очень нравятся твои нитяные. Сделай мне такой цилиндрик. Ну, как всегда, я же не сказала, что я не умею. Месяц, месяц я искала, как мне сделать эту форму, как мне добиться этой формы. Ну, и потом уже потихоньку-потихоньку у меня даже шляпки с подсветкой есть. У нас китайские наши друзья с Алиэкспресс часто бывают в подарок что-то заказываешь, присылают такие еще маленькое что-нибудь в качестве подарочка. Я не знаю, у вас такое бывает? Нет, но у меня несколько раз было. Я что-то для рукоделия заказываю, и они еще что-нибудь кладут. И мне попались такие штучки, которые волосы цепляются, такие длинные лесочки, и они светятся. Но у меня муж технарь. Говорит, а что бы, а почему бы нам не попробовать туда вот это вставить? Мы, естественно, все эти волосики и лески бы выдергивали. Муж мне сделал инструмент, с которым я могу пробить дырочку именно нитяную, потому что в нитяной шляпке сложно пробить дырочку. А внутрь мы вставляли вот этот сам механизм, вот этот световой механизм, и булавочку специально я прилагала, булавочкой включаю шляпку, и вообще она светится разными цветами, такой фонарик. Знаете, ой, это такой фурор произвело. Я, наверное, года три или четыре подряд делала вот эти шляпки на Новый год. У меня заказы были. Да, вот тут коммерческая жилка моего мужа, не моя, конечно, сработала. Вот, и вуалетки, вуалетки, посмотрите, вуалетки внутри, в серединке у меня, тоже был необычный заказ, слили, и там понятно, используются перья, там бусинки, все видно. А был заказ девочка-конфетка. А вы помните, как у нас в школах бывает, да? Ну, я еще помню наши советские школы, девочка-конфетка, это вот такой колбак с бумаги сделанный, вот, ну, страшно, если честно. У меня есть детские фотографии, страшно на себя смотреть. Сказали им сделать девочку-конфетку. Ну, я уже выкрутилась вот таким образом. Представляете, какой девочка была вообще шикарная наутринь. И все были с этими колбаками, а моя красавица-заказчица была вот с такой конфеткой на голове, с вуалеткой. Так, следующее. Ну, вот фотопроекты, почему я вставила перед тем, как дальше еще пойду. В основном фотопроекты мои делаю, эти фотографии делала я сама. Фотообработкой тоже занималась я. Стал вопрос, да, это все дети с нашего двора, даже некоторые дети присутствуют здесь. Девочки помахали, Олечки. Вот. И еще, кстати, в серединке, это преподаватель английского. У нас как-то все связано со школой. Получилось так, что свои работы нужно было представлять в интернете. И я всегда говорю, не тормозите. Нужно себя показывать. Нужно показывать свои работы обязательно. Нужно о себе заявлять. Это Татьяна Анатольевна нас научила. Заявлять о себе как-то. Показывать свои работы. Мы же все прятались, сидели в своих закуточках. И вот мне пришлось осваивать фотографию, фотосъемку. Мне пришлось обосваивать фотообработку. И вот таким образом вылились все мои труды именно в фотопроекты по украшениям. Еще моя любовь, то, что это для меня было ново. Я увидела в интернете цветы из шелка. Это шелк. Вот здесь используется шелк казахский. С Казахстана прислали мне. Это цветы бульками. Еще называют как бы тканевая флористика, шелковая флористика. Ну, как вам сказать, мне очень хотелось этим заняться, но не было инструментов. Инструментов, к сожалению, те, которые пользовались, как вам сказать, это вот флористика используется давно уже. Наши бабушки этим занимались. И, кстати, ткань они пропитывали тоже желатином. Это желатиновая технология. Вот позже я нашла рецепты эликсира в интернете. Вот, по-моему, Елена Кузнецова, мастерная, имя, фамилия ее, поищите. Она дает рецепт эликсира. И эти цветы уже можно мочить. Цветы красные краской специальные для батика. Используется шелк, используется шифон. И вот я использовала еще джинсовую все-таки. Мне как-то джинсы очень нравятся сам по себе. Текстура, структура. И вот я делала еще из джинсов розы, цветы. Здесь они, как вам сказать, они очень популярны. Но украшения, в отличие от атласных лент, это достаточно такое недешевое удовольствие. И, честно я вам скажу, я инструменты заказывала на эту флористику. Инструменты я заказывала с Украины. Два года назад. Мне привезли их с Украины. Как раз там, ну, вот эти события все тяжелые. Но мне их привезли. Я заказала тоже. Фамилию не вспомню. Мастера, девочка с Украины. У нее муж делает инструменты. Это не те, которые на паяльнике японские инструменты. А именно вот наши, которые использовались нашими бабушками. И вот у нее муж делает эти инструменты. Ну, сутаж, бисер тоже. У меня все шло из того, что меня попросили сделать повязку в стиле Чикаго 30-х годов. Была вечеринка. И тут вот встал вопрос, надо как-то сделать перья. И я начала... У нас были девочки, которые на тутейших мастерах занимались сутажем. Я обратилась к ним. Мне дали пару уроков. И я потихонечку втянулась. Вот занялась сутажными украшениями, бисерными украшениями. Но это в основном... В основном это у меня все идет в подарок. Вот. Это на заказ я практически ничего не делаю. Это идет в подарок. Используются бусины сутаж. Я вам сразу говорю, если кто-то надумает заниматься сутажем, берите белорусский. Китайский очень нехороший. Он такой мягкий, он... А белорусский он текстурный, он плотный. Он будет держать форму. Вот белорусский сутаж все-таки... Вот сколько я уже перепробовала, это самый лучший. Куклы-шкатулки. Вот. Это тоже одно из направлений, которые я показывала на тутейших майстрах. У нас одно время стало популярно куклы. А тут у нас девочки растут в соседях. Понимаете? А у меня сын. Надо как-то ухаживать за девушками. И мы думали, что делать в подарок девочкам. И вот потихонечку втянулись. Сын мне как-то идеи подкидывал, что кукле надо бы волосы поменять, что-то она страшненькое. А давай мы на нее шляпку оденем. В итоге у нас вылилось это все в куклы-шкатулки. Волосы, посмотрите, вот они вроде бы даже такие, как живые, да? А сделаны из атласных лент. Это узенькая атласная ленточка. Наматывается на карандаш. Ленточка варится, ну где-то минут 5-10 кипятится в кастрюльке. Потом высыхает, снимаете с карандашика, и получается такая спиралька. Ленточку распускаете, и получаются вот эти пышные прически. Хоть себе парить теперь делай. Ну, благо, пока не надо, но, знаете, в будущем все может оказаться нужно. И вот такие вот куколы-шкатулки, вот розовая, допустим, кукла-шкатулка, там уже и применяла я технику цветоделия из атласных лент. Она украшена атласными ленточками, именно цветочками. Внутри там обычный поролон, а сама основа шкатулки – это цветочные горшки небольшие. Они легкие, пластмассовые, и получается и наверху форма юбочки, и внизу уже форма шкатулки. Очень удобно. Так что берите на вооружение, цветочные горшки – это наше все. Так, не вижу, куда. Кликнула. Валяние. Ну, это вот валяние, как бы, я очень люблю валяние, но сын аллергик, делаю это все только тогда, когда его дома нет. И валяю, началось все, именно вот попросили котика у меня, котенка по имени Гав. Сделать брошку котенка по имени Гав, очень. И я себе хотела такого, я обожаю этого персонажа. Это вот прям мой котик, я очень люблю. И всю жизнь мы дома держались амских котов. И здесь, в Беларуси, уже с мужем, когда приехали, держались амских котов. А потом я увидела совушек. Совушек тоже постепенно начала скачивать с интернета фотографии сов, и на основе этих фотографий валять вот эти брошечки. И у нас получается, что сова, если на нее подуть, как будто перышки раздуваются. Она не приваленная шерсть, а как будто вот она, ее можно расчесать, погладить можно, как живенького. Вот обратите внимание на глазки совушек. Я вам тоже как бы сразу кину такую идею, что я делала. Это глаза не покупные. Эти глазки я делала сама и даже не рисовала. К сожалению, вот я научилась много всему, но рисовать Бог мне как-то не послал. Сверху не умею я рисовать. Но я умею фотошопить. Вот, фотошоп тоже наше все. На фотошопе глазки. Ну, у наших китайских друзей с Алиэкспресс заказала линзы. Есть такие линзочки, для украшений делают, для эпоксидной смолы используются. И вот если линзочку наклеить на глазик, получается вот такой настоящий живой глаз. Так что берите на вооружение, глазки можно сделать самим. Но, тоже хитрость скажу, что лучше не использовать, когда печатаете глазки, клеите. Не использовать клей-момент, а использовать вот потолочную плитку, которую клеим. Вот этот клей лучше, потому что клей-момент почему-то краску разъедает. Но вот благодаря вот этому фотошопу, опять-таки, у нас можно сделать глазки самим именно такие, какие вы хотите. Так, ну и мое любимое, это с детства я вязала. Вязание крючком, спицами, игрушки амигурун. Вот здесь вы можете видеть зайчиков. И моя самая любимая игрушка, это ежик в тумане. Тоже персонаж, как и котенок по имени Гав. Все это тоже пришло со временем, тоже я показывала уже на выставках. Но не сразу пришла я к вязанию крючком. Вернулась, вернее всего, к вязанию крючком. Это уже было немножко позже. Вот где-то, наверное, года три, как я вижу крючком. Свечи. Свечи я показывала тоже на тутейших майстрах. Свечи делала заливные, гелевые. Посмотрите, вот в рюмочках это гелевые свечи. Также использовала технику горячей ложки. Берется салфетка бумажная трехслойная, снимается первый слой. И горячей ложкой, ложка греется на свече. Горячей ложкой приклеиваете, припаиваете к свече салфеточку. Получается вот с левой стороны от меня вот эти вот клеенные, как вам сказать, техника горячей ложки. А уже свечи с апельсинками, с мандаринками, это такой эко-проект у меня. Был, сушила апельсины, сушила мандарины. Ароматизировала свечи, уже тоже специально покупала в аптеке ароматизаторы. Но заливала я их в коробки из-под молока. Вот у нас тоже коробки из-под молока пошли в ход. Ну и сейчас я вернусь, приду к своей образовательной деятельности. В школе я вела, ой, простите, вела кружок по рукоделию. Как-то, ну, сын учился, пригласили на одну, сначала выставку сделать, просили изделие другое, потом пригласили преподавать. У нас был большой проект, мы делали исследовательскую работу. Плету венок, как будто прошлое, с грядущим днём сплетаю. Это венок, работа сама подразумевала такое, что использование современных материалов в декоративно-прикладном творчестве, в старых техниках, в тех, которые использовали наши бабушки и использовали крошения. Вот старшая девочка делала венок троицкий, девичий, нет, старшая девочка делала купальский венок, потому что в нём присутствует хмель, а хмель, это означает, что девушка не только умница и красавица, но ещё будет будущей хорошей хозяйкой домашней. Это уже девушка, которая на выданье ищет себе жениха. И младшая девочка делала венок из фоамирана. Вот этот новый материал я ввела в школу. Я сама с ним не работаю, украшения не делаю, изделий не делаю, но в школу, в кружок я вношу вот этот материал, он очень удобен для детского творчества. И вот девочка, будучи в пятом классе, посмотрите, какое она сделала венок. Это несложно. У меня с фоамираном работали дети даже первых классов. Эта работа заняла второе место на областном конкурсе исследовательских работ. Дальше мы её не продвигали, потому что старшая девочка уже выпустилась. Следующий мой проект исследовательской работы в школе по трудовому обучению был «Хлеб». У нас появилась такая тенденция возвращаться к рецептам наших бабушек-дедушек по закваскам. И вот мы попытались адаптировать итальянскую закваску «Левита Мадра» в белорусские традиции выпечки хлеба. И что хочу сказать, работа получилась очень интересная. На городском конкурсе работа заняла второе место, а в субботу, в эту субботу мы защищались на международном конкурсе исследовательских работ «Призма», который проходит в Москве. И мы заняли первое место. Это вообще было очень удивительно, мы не ожидали, потому что работы были исследовательские, показаны очень сильные, конкуренция была очень большая. И я девочке своей сказала, она говорит, ой, всё, тётя Лена, ну, простите, они меня так называют, тётя Лена, не Елена Николаевна, а тётя Лена. Она говорит, мы никогда в жизни там ничего не выиграем, такие работы. Я говорю, ты не переживай, всё будет хорошо. И вот у нас большое наше достижение, это первое место на этом конкурсе. Также образовательной деятельностью вот занималась именно просто кружковая в школе. Вы можете на фотографиях заметить, что у нас на кружке даже мальчики присутствуют. В школьную технику я вводила, в школьную программу выводила пейпарт, выводила свечи. Вот мы делали свечи, работа с фоамираном, работа с атласными лентами, работа с фетром. Хотя вот здесь фотография, ну, тоже как-то стараемся делать не сильно дорогих материалов всё-таки. Здесь салфетки, обычные кухонные салфетки, жёлтенькие, розовенькие бывают. Вот посмотрите, мы делали шляпки. Так, и вот последнее, как бы, не последнее, а вот нынешнее моё место работы, это Art Center Smile. Тоже много всего делаем, детки, от 5 лет до 12. Стараемся часто участвовать в конкурсах, в разных мероприятиях. Берём дипломы, я, в принципе, ими горжусь. Ну, это вот, вы можете найти меня в соцсетях и на YouTube-канале, Routube-канале, Яндекс.Дзене, там вот можно найти мои мастер-классы. Я недавно стала, тоже это волшебный пинок мне дали, я открыла себе каналы. Вот, ну, и вот мои соцсети. Как бы, основное я всё рассказала. Посмотрите, я вам предлагаю сейчас показать небольшой, буквально 5-минутный мастер-класс, как обработать фоамиран на утюге и сделать быстро пасхальную открытку. Либо же, можем это не делать, я могу поотвечать на ваши вопросы. Спасибо, Елена Николаевна. Давайте начнём с вопросами и посмотрим далее, как у нас по времени. Вы согласны? Нет. Коллеги, как такое предложение? Сначала вопросы, а далее посмотрим. Давайте вопросы. Вопросы. Псковская сторона. Есть вопросы? Ну, во-первых, хочу поблагодарить. Вы настоящая мультитворческая личность. Удивительно, замечательно, что вы принимаете участие в различных конкурсах, побеждаете. Это очень хорошо. У меня такой вопрос, а сами ли вы со своим творчеством, с ребятками, мы уже поняли, что вы принимаете участие везде, а сами ли вы принимаете участие в каких-то фестивалях лично со своими изделиями? Честно скажу, нефигда. Дети, они как-то забирают всё. Дейши и Майстры – это святое. Я никогда не отказываюсь. Если меня позвали, даже если у меня есть какие-то дела, я всегда обложу, я обязательно участвую. Но вот как-то пару раз выезжала по приглашению Министерства культуры, в Минск выезжала на пару выставок, и всё. И у меня это дело заглохло, у меня в основном, вот как-то я ушла к детям, я ушла именно в образовательный процесс. Это всё-таки моё первое образование, основное моё образование, и вот как-то меня жизнь подтянула, я всё равно как-то к детям тянусь. Спасибо. Ещё вопрос? Нет, пока нет, да. Елена Николаевна, Вы очень талантливый, энергичный, многогранный и очень увлечённый человек. И особенно меня поразили глазки у соушев. И желаю Вам успехов в дальнейшем, и себя не забывать реализовывать, себя тоже показывать себя. А ещё выставочный проект «Тойшие мастеры», «Здешние мастера» – это отличная возможность реализации и объединения талантливых людей города. Я думаю, что наши библиотекари, когда будут смотреть запись или просто смотреть, они поймут, что это идея, которая можно её воплотить в любой библиотеке, большого, маленького города, и объединить читателей по интересам. И душевная атмосфера сегодняшнего нашего мероприятия мне очень нравится. У нас всё получается. Спасибо. Людмила Владимировна, да, первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы города Пскова. Кто у нас первый раз на встрече? Да, спасибо. Возможно, у кого-то ещё вопросы к обеих сторонам. Вопросы, да, были, видимо, такие, что они сконцентрировались в воздухе, и мы уже их изложили. Спасибо. Дорогие коллеги, гости, у нас по времени, мы своё время исчерпали, что скажет аудитория одна и другая. Будем смотреть мастер-классы или будем завершаться? Что-то скольную открытку или... Я вижу, что у меня девочки-то за спиной по-любому посмотрят, как я сделаю. На аудиторию я хочу смотреть. Да, мы будем смотреть. Псковская аудитория говорит, смотрим. Да. Я сейчас пересяду на рабочее место. Мы все во внимании. Пять минут, да? Да, буквально пять минуток, я покажу, и всё. Хорошо, начинаем. А к нам подойти? А вы можете... Девочки, вы можете вот сюда подойти и смотреть. Кому интересно? Ну, вон ваши руки. Так, хорошо. Вот сегодня я хочу показать, у нас скоро Пасха. Посмотрите, хочу показать, как сделать вот такую открыточку. Очень легко и просто. Но здесь использовались цветы, которые можно купить в магазине искусственной. А я хочу показать, как сделать из фоамирана. Вот, для этого, посмотрите, я взяла фоамиран нескольких видов. Глиттерный фоамиран. Так, вот, глиттерный фоамиран такой блестящий. И обычный тонкий иранский фоамиран, но можно и китайский. Если вы, допустим, с детишками работаете, он будет подешевле, а когда уже дети будут делать себе украшения, они уже будут пользоваться более дорогим инструментом, как бы, и дорогим материалом. Посмотрите, у меня утюг стоит на максимуме. Чтобы нам сделать красивый цветочек на открытку, мы вырезанный цветок прикладываем к утюгу. Я подкладываю вот это обычная губка для мытья посуды. Посмотрите, он съеживается. Девочки, вам видно? Опускаем. Видно, карандашом, обратной стороной я просто поджимаю. И получилось, показывайте, получилась серединка цветка. Посмотрите. Это серединка цветка. Следующую я делаю немножко в обратном порядке. Тоже вот так поджимаю, придерживаю серединки. Здесь видно, что он съеживается. Вы потом записи может приблизить и посмотрите. И в этот раз я выворачиваю и поджимаю в другую сторону, чтобы у нас цветочек был двойной. Вот таким образом, посмотрите. Вот, поджала. Прямо нажимайте в губку. И получилась вот такая у нас заготовка. Все, утюг нам уже больше не нужен будет. Я уже соберу сейчас открыточку. А, подождите, глиттерный фоамиран забыла. Глиттерный фоамиран, он жестче. Поэтому двойной цветок будет сделать сложно. Мы его сделаем одинарный. Опять-таки я придерживаю. Его подольше нужно будет греть. Утюг у меня на троечке, на максимуме. Вот он формируется, цветок. И опять глиттерной стороной наверх. Все, поджала вот опять карандашиком. Не надо специальных инструментов. Не надо ничего для этого. Вот, поджала. И посмотрите, какой формы цветочек получился. Сейчас посмотрим, клей нагрелся. Как сделать вот такой картон, вы посмотрите у меня на канале. Это картон из коробки от стиральной машинки, от моей. С обратной стороны, покажите, пожалуйста. С обратной стороны декоративная бумага. Эту бумагу можно сделать с помощью трехслойных салфеток и пищевой пленки. И опять-таки утюга. Все это не сложно. Но получится, вот основа для открытки, получается очень даже ничего. Если есть желание, дома можно будет... Я, например, в предыдущей открытке у меня краска от потолка осталась, красила. Тоже потолочной краской немножко губкой прошлись. И все. У вас уже получается винтажный такой картон, крафт-картон. Что я сделаю? Также сейчас у нас Павел, наш технический администратор, вам перешлет вордовский документ. Там есть ссылки, где можно будет скачать вот такие открыточки, яички. Распечатайте на плотной бумаге и можете пользоваться. И надписи. Вот тоже надписи. Не знаю, там видно? Вот, видно. Надпись светлой Пасхи. Тоже скачаете на цветном принтере, распечатайте, и у вас будут готовые заготовки уже на открытке перед Пасхой. Сядете всей семьей, сделаете. Картонки свои достанете, старые коробки, от телевизоров, от всего. Все, вот я приклеиваю яичко к открытке вот таким образом. Немножко на бочок. Видно? Видно? Все видно, спасибо. Так, надпись. Таким вот образом. Смотрите. Видно, да? Видно, да? Видно. Вчера во дворе нарезала вишенки немножко. Вот. Тоже, вы можете тоже нарезать вишенки дома. Во дворе. У нас кустики растут. Мы садим там черноплодку, посадили во дворах. Вот это веточки вишенки. Тоже веточки вишенки перевязала атласной лентой. Вот так легко подклеили. Посмотрите. Вот я же вам говорю, пять минут, и у вас открытка. И вы пошли поздравлять красиво. Как здесь говорят, пойдешь красиво. У нас в башкирии так не говорят, а здесь так говорят. Сейчас возьмешь и пойдешь красиво. Вот. Так что вы со своими сумочками тоже очень красиво ходите. Вот. Теперь вот эти цветы, что мы сейчас только сделали, я подклею еще вот сюда к бантику вот эти цветы. Первым слоем я клею, который цветок у нас вывернут наружу. И внутрь основу цветочка, который уже вовнутрь. И третий цветок. Куда его прилепить? Вот сюда, допустим. Вот. Вот таким образом. И по сути, вот посмотрите, пять минут у вас готовый сувенир на Пасху. Вот. Весь мастер. Очень интересно. Красота. А еще есть вот, уважаемые коллеги, есть вот такой. Если нет возможности с вами рано сделать цветы, вы можете купить искусственные цветы. И вот та же самая технология, только искусственные цветочки подклеили. Да, проявить фантазию, да, красиво. Все. Спасибо большое. Спасибо, дорогая Ирина Николаевна. Да, спасибо. Наши аплодисменты. Подводя итог встречи, сегодня мы можем с радостью говорить о возрождении всего того рукодельного богатства, чем так гордились наши предки. Это очевидно даже на тех небольших примерах, которые сегодня демонстрировали наши гости. А мы с вами не прощаемся надолго. Мы прощаемся до следующей... Говорим до свидания, до следующей встречи, которая состоится уже в сентябре.